Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, где каждый день мы постим конкретные торговые рекомендации, сигналы, торговые идеи по фондовому рынку. Это, кстати, как я ранее уже комментировал, нововведения, потому что были запросы от вас. Если хотите, чтобы мы что-то еще добавили, обязательно пишите в комментариях. Готовы рассмотреть любые предложения. Ну что ж, прежде чем сегодня начать, я хотел бы всех поздравить с очень хорошим профитом по золоту, который мы вовремя купили, смогли достичь обозначенной цели в 1900 долларов за тройскую унцию. Сейчас котировки плюс-минус рядом с этим значением. Ну, идет небольшая коррекция, но в целом по золоту, я думаю, восходящее движение будет продолжено, потому что даже после касания такой психологической планки мы продолжаем держать руку на пульсе, следить за фундаментальным фоном и видим то, что причины остаются такими же поддерживающими, что и раньше. Почему золото смотрится настолько привлекательно? Потому что сейчас все трейдеры, инвесторы, спекулянты следят за тем, как развиваются события в Восточной Европе. И, разумеется, эскалация геополитического конфликта, напряженности. Это провокация для тех же самых инвесторов и трейдеров, чтобы они начали рассуждать о влиянии этого конфликта на всю мировую экономику, потому что это влияние будет значительным. Паника, опасения и, пожалуйста, повышенный спрос на то, что имеет отношение к защите. Если вам не нравится именно геополитический фактор поддержки, есть и другие. Это, конечно же, снижение реальной доходности американских облигаций. Обязательно всегда сравнивайте текущий показатель Treasury с ставкой по инфляции, потому что только так вы поймете, насколько сейчас выгодны вложения в американский рынок долга. Снижение реальной доходности Treasury не оставляет, по сути, и не дает возможности найти какой-то более достойной альтернативы, когда есть предпосылки, опять же, потенциального развития панических настроений и того самого прогнозируемого обвала американского фондового рынка. Волатильник, кстати, американской фонды – это тоже причина, которая сейчас трейдеров мотивирует переждать вот эту бурю в более спокойных активах. Хотя, с учетом тех движений, которые мы видим по золоту, я бы не сказал то, что этот актив отличается какой-то низкой волатильности или более низкой, чем у американского фондового рынка. Но если сейчас в моменте сравнивать с тем, что творится в фонде, S&P вчера закрылся с минусом – 4400 пунктов, я допускаю, что будет движение еще ниже. Поэтому вот, опять же, фактор, почему в средне-долгосрочной перспективе, скорее всего, трейдеры будут продолжать делать ставку на золото, потому что не будут хотеть, разумеется, потерять какую-то часть своих депозитов на прогнозируемом снижении американского фондового рынка. И еще одна причина, которую стоит иметь в виду, с которой стоит считаться – это инфляция, которая является проблемой для всей мировой экономики. Мы не найдем ни одного региона, где проблемы инфляции, высокие значения индекса потребительских цен не представляют угрозу для активности потребителей и для показателей ВВП. Кстати, если вы считаете, что можем, то можете написать в комментариях, я думаю, будет интересно ознакомиться с этим примером. Ну, скорее всего, вряд ли. Поэтому по золоту, друзья, после локальной коррекции, с учетом того, что индекс хроничных настроений Кайман, на который я всегда обращаю ваше внимание, сейчас по-прежнему нам сигнализирует и подсвечивает возможность все-таки дождаться еще одного витка вот этого восходящего движения, у золота могут быть цели повыше 1925-1950. И это точно уже будут уровни, максимальный запят. И сейчас мы видим максимумы с июня прошлого года. Доллар 95.81, индекс доллара, по сути, на одном и том же уровне уже всю неделю. Каждый раз, когда мы возвращались к оценке и прогнозу перспектив американской валюты, вот в последние дни приходили к выводу, что, скорее всего, вот эта вялая динамика, она будет актуальна для доллара и дальше, потому что доллару нужны более стоящие, значимые, фундаментальные триггеры. На мой взгляд, единственным триггером, который сейчас маячит на горизонте, это заседание ФРС. И чтобы не повторяться, опять же, то, что я сказал в плане того, что я сказал в ходе прошлого брифинга, просто обращаю ваше внимание на то, что сейчас есть более интересные инвестидеи, где можно попробовать заработать. Доллар от нас никуда не денется, потому что доллар будет расти, друзья, потому что другого быть не может на фоне скорого повышения процентных ставок. Доллар иена 115-116, диапазон 115-116, он пока выдерживается, но нужно уже пробивать сопротивление 116. Я очень рассчитываю на то, что вот этот инцидент, который мы разбираем в Восточной Европе, в конце концов уйдет в плоскость каких-то конструктивных дипломатических переговоров и, в конце концов, через неделю, через неделю уже перестанет настолько омрачать рыночные настроения. Поэтому будем следить за развитием событий. Если все будет так, как я обозначил, то иена уже утратит поддержку в качестве защитного актива. Мы сможем увидеть вялое, постепенное, последовательное, буквально до мартовского заседания ФРС движение пары доллар-иена вверх. Европейская валюта против доллара, здесь лонг остается в приоритете 1.1364. Ранее мы разбирали макроэкономическую статистику по еврозоне. Придраться не к чему, в принципе, отчет очень хороший, начиная от бизнес-оптимизма и заканчивая статистикой по промышленному производству. Выдумывать какие-то факторы, которые могут негативно сказаться на динамике евро, мы сейчас не будем. Поэтому просто лишь снова обозначу вам длинные перспективы по этому дайту финансовых активов и ожидания пары поближе к планке 1.15. Фонд против доллара 1.3608. Напоминаю вам, друзья, что после отчета по инфляции на этой неделе 5,5% в годовом выражении, это максимум за последние 30 лет, правильно будет сейчас уже спекулировать на том, сколько еще раз Банк Англии повысит процентную ставку. Сейчас консенсус. Прогноз предполагает, что будет 3 повышения процентной ставки. Это марта, получается май и, скорее всего, август. Поэтому в совокупности ставка может быть повышена до 1.025%. Сейчас пара фунт-доллар выше, чем мы рассматривали ее для покупок. Уже 1.3610. Это еще не предел. Я допускаю, что будет 1.3700-1.3800. Что касается сегодняшнего дня, мы по экономическому календарю, если его анализировать, можем заметить один релиз рунечной продажи по Англии. Как раз это еще один индикатор активности потребителей. Думаю, что статистика также не разочарует, поэтому фонд сегодня может получить дополнительную фундаментальную поддержку уже буквально через несколько часов. Что касается рынка нефти, 90.21. Уровень кажется критическим, потому что очень близко психологическая поддержка 90 долларов за баррель. Но не забывайте, что вот этот контраст цены закрытия прошлой торговой сессии и сегодняшней котировки – это следствие экспирации. В целом, фундаментальный фон для рынка нефти остается настолько же располагающим к покупкам. Поэтому, если вы согласны с идеей того, что предложение нефти в ближайшие несколько недель и, может быть, даже месяцев будет существенно недоставать до спроса, то вы должны быть в лагере тех трейдеров, которые все-таки ждут теста психологического уровня 100 долларов за баррель. Кто-то может сказать, что снижение нефти стало следствием именно высокой вероятности того, что Иран и Запад найдут общий язык по ядерному соглашению и заключают эту сделку в ближайшее время. Тем более, что вчера мы слышали комментарии от переговорческой делегации именно со стороны Ирана, что это весьма вероятно. Но если быть реалистами, друзья, хочу напомнить, что Иран даже в случае заключения этой ядерной сделки сможет вернуть на рынок максимум 0,5-0,7 миллиона баррелей в сутки, причем в перспективе 6 месяцев. И при всем уважении к этому объему он явно будет недостаточным, чтобы закрыть все проблемы с дефицитом предложения. И, на мой взгляд, точно не справиться с задачей настолько ухудшить рыночное настроение, чтобы все стали говорить о переизбытке нефти в мировой экономике. Поэтому факторы Ирана я сейчас предпочитаю не рассматривать как тот самый триггер распродаж для рынка нефти. И пока что думаю, что длинные позиции будут в большем приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч в понедельник. Всем пока!